Я грущу о тебе Георгин И держится гордо И букет Георгин Как из детства тепло Пусть в хрустальном стекле Простоите вы долго Но дожить до зимы вам, король, Не дано По одной из легенд Георгины в прежние времена Считались царскими цветами И росли в саду царей, князей и вельмож Недоступны они были простым людям И вот как-то у одного из князей Служил в садовниках Молодой и красивый юноша По имени Георгий Была у него любимая девушка Который влюбленный Георгий И подарил прекрасный цветок Нарушил запрет князя Юношу за ослушание бросили в темницу А цветок прижился в садах простых людей И стал радовать их своей величественной красотой И разнообразием красок Редактор субтитров А.Семкин Георгины, Георгины, да чего ж вы хороши Георгины, Георгины, вы для сердца и души Что-то там нам говорят, Георгины Всех цветков прекрасней нет, Георгины До сих пор в саду цветут Нас заманчиво зовут Георгины Господи Георгины, вы по-прежнему любимы Величавые цветы гордо смотрят с высоты В солнечных лучах красуясь Я на них смотрю, влюбуюсь Выйдя на прогулку в сад Задержа в восторге взгляд Георгины, футра, кружева зари А на ветках скачут гости снегири Георгины, хсени, тонок аромат Капли свежей влаги на листах блестят Крупкая прозрачность тонких лепестков Неподласно силе временных каков Шапками соцветий в утро октября Смотрят Георгины нежность не даря Вчера уж солнце рдело низко Средь Георгины я шел твоих И как живая одолиска Стояла каждая из них Как много пылких или томных С наклоном бархатных ресниц Веселых, грустных и нескромных Отсюда улыбалось лиц Казалось, нет конца их грезам На мягком лоне тишины А нынче утренним морозом Они стоят опалены Но прежним тайным обаяньем От них повеяло опять И над безмолвным увяданием Мне как-то совестно роптать Есть игольчатый, как ежик И махровым быть он может Куст высокий, весь в светах Восхищаются все Ах, занял клумбу всю один Наш красавец Георгин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, уважаемые друзья Сегодня мы находимся в гостях У цветочной королевы Валерии Викторовны Спиридоновой Здравствуйте, дорогие гости Я очень рада приветствовать Вот на своем садовом участке Вот такой вот у меня садовый участок И вот я сегодня хочу Познакомить вас с некоторыми сортами Раз уж вы приехали ко мне в гости Давайте такое вот знакомство Организуем Вот сейчас на переднем плане Вот такой, посмотрите, кружевной Интересный сорт Называется Мингус Хари Я сейчас немножко еще про сорта скажу Что вот у меня, например, на моем участке Больше сортов иностранной селекции Чем российской Потому что, к сожалению, у нас сейчас в России Очень-очень мало селекционеров Которые занимаются выведением сортов Но я думаю, может быть, в будущем Это как-то вот придет к нам И поэтому у нас иностранная селекция Вот в этом деле Она, ну, сейчас в мире В мире вот процветает Но мы как можем Вот коллекционеры, любители Мы собираем вот эти сорта Я везде заказываю Всячески приобретаю их И вот стараюсь адаптировать их у нас Вот И вот таким образом Они сначала некоторое время адаптируются А потом уже, когда привыкают к нашему климату Они начинают цвести Вот сейчас я хочу вам показать Такой интересный сорт Мингус Хари называется Уважаемая Валерия Расскажите нам, пожалуйста Как пришло решение Выращивать замечательные георгины разных сортов Вы знаете, я всегда любила цветы Но георгины меня привлекают тем Что они, знаете, у них различные формы Вот окрас у них разный Посмотрите, достаточно интересно Вот этот сорт Геркулес Тоже своеобразный вот такой Пришла я к этому потому что Да, я уже вам как сказала Что любовь к цветам всегда доминировала у меня Но форма вот этих цветов Расцветки А вы знаете Какое количество ген у георгинов Ну, наверное, не знаете Потому что мне эта тема интересна У человека 46 ген А у георгинов 64 И вот нет людей одинаковых, да, получается А вот при таком количестве ген Сколько можно сортов селекционеры произвести И вот селекционеры Вот сейчас я вам могу показать Вот это декоративный георгин, к примеру Да, вот форма такая вот у декоративных георгин бывает Вот сейчас вот я подхожу Вот это уже совершенно другая форма шара Это сорт Хилкредсу Фижен Судя по названию Это уже, вы сами понимаете, иностранная селекция Есть шары, помпоны, декоративные, нимфейные Их очень-очень много разных сортов Сейчас некоторые сорта я вам покажу Охарактеризую их по классам И вы уже сами увидите Вот сейчас мы видим такой вот интересный сорт Посмотрите Это нимфейный сорт Эвелин называется Из него получаются очень хорошие букеты Это срезочный сорт, классика срезочного сорта Вот такой сорт я его стараюсь размножить Потому что он пользуется спросом И сами цветы пользуются спросом И клубни вот этого сорта Ну люди постоянно у меня спрашивают Вот сейчас я могу вам показать Вот этот сорт Кактус видный Называется Доктор Джон Кайзер Посмотрите форма цветка Она уже сама по себе говорит Это вот декоративный сорт Хаппит маскот Дает каждый год очень обильное цветение Очень такая окраска своеобразная Окраса своеобразная Форма цветка интересная Ну а дальше вот сорт Изабелли мы видим Это тоже шар Срезочный сорт Из него получаются очень хорошие букеты Следующий сорт, с которым бы я хотела вас познакомить Это нимфейный сорт Сорт иностранной селекции Линзер Кланг Вольки Достаточно сложное название Но он стоит того, чтобы не только запомнить название Ну и вообще его иметь Этот сорт в коллекции Ну вот можем перейти к следующему сорту Этот сорт называется Дженни Тоже из класса игольчатых Вот такой вот Очень интересный И я его размножаю достаточно количество лет Но размножается сложно Видимо все таки еще адаптируется К нашим погодным условиям Каждый, кто бывает у меня Он в первую очередь останавливается Вот именно около этого сорта Этот сорт выведен в 1950 году в Новой Зеландии И уже оттуда к нам завезен сюда Вот И этот сорт, ну знаете, он не устаревает Он классика Он пользуется популярностью Ну и достаточно редким, в общем-то считается Хотя масса уже продажи тоже имеется Но размножается очень-очень сложно Дальше могу вас познакомить Вот Хапит Канди Селект Ну, видите, название уже тоже говорит о себе Это тоже сорт зарубежной селекции В этом году он у меня впервые Начинаем адаптироваться Но хочу сказать, что цветет, ну просто прекрасно Просто изумительно букетный сорт И букеты, соответственно, получаются очень-очень хорошими На следующем плане декоративный сорт Шила Наель Вот, к сожалению, сегодня первые заморозки его уже немножко тронули Но, тем не менее, он все равно свою красоту еще показывает Ну вот Шила Наель, такой вот сорт Дальше яркий, впечатляющий сорт Богемиан Спартакус Ну, видите, название говорится само о себе Действительно Богемиан Посмотрите, какие шапочки Как заворачивается в шар Нога очень хорошая Кусты такие объемные Ну, замечательный сорт Я его очень-очень люблю Вот еще Посмотрите, какой интересный сорт Асразебут Ну, форма, видите, похожа на розочку Вполне возможно, название селекционер не зря такому сорту дал Этот сорт тоже впервые у меня Я думаю, что будем адаптировать Будем размножать Потому что тоже, как бы, очень достойный сорт Сорт зарубежной селекции Винс Анспен Глов Ну, вот, посмотрите, достаточно такая Большая, очень такая шапочка Он не срезочный сорт Но очень-очень хорошо смотрится на кусту И поэтому для оформления именно своих садовых участков Конечно, такие сорта нужно иметь Ну, конечно, тем, кто любит такие сорта И вообще георгины Ну, вот, получается Есть высокорослые георгины А есть низкорослые Это бордюрные георгины Которые применяются для бордюров, соответственно Можно их сажать около дорожек Они низкие, обильно цветущие И в то же время из них можно делать букеты Их тоже у меня большое количество Ну, вот они у меня, получается, на поле Не где-то в отдельном месте Ну, вот в этом сезоне я их посадила таким образом Валерия, скажите, пожалуйста Вот на вашем участке огромное количество Прекрасных георгинов А как же ухаживать за ними? Вы знаете, сортовые георгины Они действительно капризны Это не те георгины, которые раньше садили Наши бабушки И те растли просто Посадила там и все Эти, конечно, очень привередливые Во-первых, для того, чтобы увидеть Такой вот куст цветущий Ну, надо постараться, будем так говорить Потому что это, во-первых, удобрения Мы используем обязательно Это корневые, вне корневые подкормки Получается, мы периодически даем Это обязательно профилактическая обработка От грибковых заболеваний От насекомых вредителей Правильное формирование куста Есть такие методы, как, допустим, пинцировка Удаление лишних бутончиков Тоже вот благодаря всем этим методам Мы можем вырастить такой вот цветущий куст Валерия, расскажите, пожалуйста Какие вредители грозят нашим Вашим красивым георгинам? Знаете, вот я тоже хочу сказать Что, видимо, насекомые вредители Адаптировались к нашим условиям И поэтому, если раньше они присутствовали на овощных культурах То теперь получается, что они и очень любят георгины И поэтому, ну, приходится покупать всевозможные препараты Но наши отечественные препараты Уже практически бессильны против них Поэтому я в последнее время пользуюсь японскими препаратами Последний раз, вот крайний раз Я обрабатывала таким препаратом, как Тепеки Ну, очень хороший препарат И с помощью его мне удается хотя бы контролировать численность насекомых вредителей А я слышала, Валерия, что георгины употребляли в пищу Вы знаете, изначально георгины тоже были завезены, как и картофель Да, с такой вот целью Для того, чтобы, ну, употреблять в пищу Самое интересное, что клубень георгина на вкус Он почти такой же, ну, как и картофель Такое же количество процентов крахмала Тоже вот в этих клубнях содержится К сожалению, я сама не пробовала Поэтому не могу сказать, вкусны ли они на самом деле А как сохранить? Как вы сохраняете георгины в зимнее время? Вы знаете, каждый человек, кто занимается вот таким делом Он старается найти для себя самый оптимальный способ хранения Конечно, раньше, вы помните, как мы хранили? Выкапывали в подполье, в пакет и так далее Но, к сожалению, у меня мое поле в пакеты не упаковать Поэтому я вот научилась, со времени пришла к такому вот Вот видите, у меня георгиновая нарезка, как я ее называю Вот сегодня как раз я начала делать выкопку своих георгин Это вот здесь вот два кустика у меня Вот смотрите, вот это одна посадочная единица будет в следующий год Вот здесь вот, посмотрите, здесь так хорошо видно почку То есть я делю вот этот клубень георгина, получается, вот на такие деленочки Но смотрю, то есть берут только те деленки, на которых есть вот ростовые почки Вот они сейчас в зачатках Весной вот с этого зачатка пойдет полноценный росток Это будет одна полноценная посадочная единица То есть то, что вот здесь вот у меня есть на поле Каждый куст выращен вот из такой маленькой деленки Вот таким образом я сохраняю их Ну, хочу сказать, что без ложной скромности Что в этом деле я достигла определенного профессионализма Делить я научилась, хранить я научилась И выпадов практически у меня не бывает Ну, 2-3% это естественный отбор Вот каждый мой георгин, который растет на этом поле Выращен вот с такой деленочки Некоторые удивляются и спрашивают, а что это такое Потому что привыкли садить, ну, целым большим клубнем получается, да Но знаете, что здесь какой-то интересный момент Чем меньше посадочная деленка георгина Тем лучше куст себя вот проявит в потом последствии Потому что оно все живое борется за существование И когда вот такая деленка попадает в землю Начинают очень корни хорошо расти И потом, впоследствии, вот такая деленка Она даст очень хороший, здоровый клубень Вот на ней, посмотрите, отчетливо видны ростовые почки Вот из каждой потом почки будет побег Все привыкли думать и практически уверены в том, что георгины размножаются делением клубни Но я хочу вам рассказать о другом способе размножения георгин Вегетативном, то есть черенковании Вот сейчас, вот здесь на переднем плане, это растут черенки георгин То есть в зимнее время, где-то примерно в феврале Я вынимаю клубни из хранилища И те росточки, которые они дают, я их укореняю И они, в общем-то, достаточно хорошо укореняются И к тому моменту, когда уже нужно высаживать Это где-то в начале июня Я эти черенки высаживаю Ну не только в теплице, но и также в открытом грунте Они, вот эти черенки, прекрасно растут Они дают очень хорошие цветы, более насыщенные по окраске У них форма более оригинальная То есть метод черенкования нам дает обновление сорта И вот такие вот черенки, я их, конечно, в первую очередь для себя Они потом дают полноценный клубень И со следующего года уже я их высаживаю клубнями И они, ну, больше, чем клубневые, радуют своим цветением Спасибо большое вам за внимание Я очень рада была видеть вас в своем царстве красоты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!